хай ой с вами шумики мы продолжаем ради тиру по названию ассасин скрит хронологи с чайным так если не ошибаюсь у нас данной базы что-то добавилось так люди людей людей известны в китае и евнух лидер группы называющий себе тиграми когда на трон зашел император и джэнде люди день получил невероятную власть и воспользовался ей чтобы обрести сказочное богатство дорогое время долгое время и силу своего статуса он не обращал внимание на тамплиеров которые затесались в ряды его приближенных в 1506 году люди потребовал изгнать ван ямина за высказывание которое чел оскорбительным в то время он не знал что ван я мин тайна возглавляет китайской убраться ассасинов ассасина организовали восстание восстание принца анюх аньхуа но люди при помощи тамплиеров быстро подвинул мятеж вскоре люди не предал его ближайший помощник джан юн когда лидер тигров обвинили в краже джан юн свидетельствовал против него перед императором люди не обвинили в подготовке покушения на императоры и приговорили к ужасные казни линчи или смерти от 1000 надрезов мя ю чен мя ю чен 1468 1526 год тамплиер а также один из восьми тигров он причастлив к убийцам ассасинов китайской братства не только в пекине но по всему китая он стал главной целью ван ямина когда лидер ассасинов решил помочь шао дюнь избавиться избавить страну от тигров ван я мин ван я мин философ политик и полководец то на возглавший китайская братство ассасинов он был известным неоконфинкцию неоконфуцианским мыслителем своего времени что не мешало ему вести тайную жизнь он занимал высокий пост и всю жизнь слушал служил своей стране не забывая работать на благобратце однако его изгнали из запретного города запертого города из-за столицы после конфликта с людином продажным евнухом который был в то время фаворитом императора спустя годы годы когда людей впал не милость и был казнен ван я мин стал наместником и получил признание благодаря талантом полководца когда кручу на момент смерти императора женщина он вновь служил при дворе и стал свидетелем захват захвата власти тамплиеров именно он принял шао дюнь в братство после того как узнал что и известно его тайна ван я мин помог шао дюню бежать от тигров и сам обучил ее чтобы она смогла получить ран посвященный как место порт макао порт макао ранее известный как хаузин расположен на западном берегу жемчужной реки название изменилось после того как порт был отдан в исполнении португальским торговцам в середине 16 века изначально здесь было небольшое рыбное поселение однако в 1513 году после прибытия португальского флота под предводительством жорнин альявереша это место стало важным перекрестом международных торговых путей вскоре кита китае позволил португалии заниматься торговлей в этой регионе и независимости порта макао начал быстро расти вами на ежегодную плату португальцы получили право швартоваться в порту затем им позволили построить на берегу собственные склады позднее портовый город получил право на самоуправление в составе португальской империи в 1999 году китайский правительство постановило вернуть макао состав государства однако город по по-прежнему имеет особ особый административный статус а португальский язык ассесса здесь одним из двух официальных официальных наряду с кантонским далек том китайского диалекта как документы воспоминяющий часть 1 прибыв в макао я узнала что здесь живут трое торговцев которые неплохо разбогатели после того как помогали тиграм найти и убить наших друзей они заслу заслуживают той же судьбы что и их покровителя так руководство так а теперь можем идти далее так мы на корабле сейчас так задание задание ни хера здесь от 14 осколков так два сундука об задании какой убить и трех осведомители так лиеров так что то там новое документы португальские корабли галеоны это больше много мачтовые корабли на таких суднах португальцы перевозят грузы по атлантическому океану в пятнадцатом веке путешественники отдавали предпочтение каравеллам за их высокую маневрилась и скорость однако кареллы плохо подходили для торговли они не позволили перевозить большие груза это не лучшим образом сказывается на прибыльности опасных путешествий так что это некоторые полы могут скрепить понял так это короче полы к по которым не советуются бегать так тут ничего нету а так я туда же просто хожу звук создается а там принципе ни хера нету ламп с камею убивают ладно посрать я еще и золото получил ни фига себе окей отвернись мразь так золото ассасин получил это справлюсь главное спину прикрывай на всякий случай так подожди то есть здесь мне нужно вниз вниз а так я могу сюда и сюда и сразу пойти направо но если а вы А почему я не смогу прыгнуть? А почему я не смогу прыгнуть? Ладно, буду их убивать. Потому что по ней тревогу это тоже довольно опасно. Сундучок. Есть. Так, база данных, документы. Свиток третий. В тринадцатилетнем возрасте Шао Дюнь стала наложницей Чжэн Дэ. Она мечтала стать императарской императрицей, консорт или даже супругой императора. Эту мечту разделяла ее лучшая подруга Чжан. Но Шао Дюнь так ни разу не удалось разделить постель с императором, поскольку тот предпочитает уединяться с другими женщинами, зачастую с жрицами любви. Вскоре император возомнил себя полководцем и отбыл на север, чтобы сражаться с монголами, которые регулярно завершили набеги на китайские поселения. Шао Дюнь была в числе немногих наложниц, которые он взял с собой на войну. Император использовал ее в качестве шпиона и также в первый раз разделил с ней ложи. Так, что вы тут мне рекомендуете? Да, так у меня и все есть. Шао! Так, стопы. А, нормально, да? Все. Ладно, тогда. Утихо-тихо, он наверх смотрит. Ладно, более-менее. Серебро. Серебро это плохо. Так. Есть. Синхронка. Так, раз, два. И на корабль. А, все, понял, как это работает. Типа это план, поняли? Типа задний, передний план. Все, понял, как это работает. Синхронка. Давай отворачивайся быстроте в спину. Отхерячу. Типа. зараза в натуре блядь вы не пожал садка не гречишь мне заново нужно ладно а синхронки все собираются сразу классно дак корабль нарисован есть особенно окна и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, стопаем. Теперь на туз. У, тихо! Чуть не спалили. Не успел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а теперь пошло-поехало, да? Я слышал, какие-то португальцы тайно вывозят отсюда рабов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, они готовы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, подожди, а как мне... Так, один есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один готов. Стоп, а что я там не сделал? Стоять, стоять, стоять. Один. Или вот это один. Два. Тогда все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я все равно уже на корабль не смогу подняться, так ведь? Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые противники могут нанести серию ударов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты делаешь успехи. Теперь надо научиться справляться с блоками врага. Используй обычную атаку против врага со щитом. Еще раз. Противник со щитом отражает обычные атаки. Мощная атака ослабит защиту врага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Продолжай. Сломай его щит. Продолжай. Пора завершить начатое. Убей его. Не забудь, что перекат поможет тебе обойти защиту противника. Перекат? Что и является перекатом. Так, подожди, сейчас я одну вещь еще сделаю. Я сначала сюда схожу, а потом пойдем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тихо-тихо. Сначала заберем мечик. Есть! О, так тут еще был один синхрон. Так бы его сейчас опустил бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тут еще... А, нет, тут есть место для скрытности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, чуть не утонул. Так, а что у меня тут по планам? В принципе, сейчас этого убьем. А, нет, подожди, они сначала обратно пойдут. Начнут разговаривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотря какой звук... Какая громкость будет. Ты слышал? Два тигра убиты. Слышал, говорят, работа ассинов. Вроде как они вернулись. Так, чуть не подох. Чуть не откинулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бронза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сторожники с фонарем могут заметить вас в темноте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плевать. Будем, короче, их тоже убивать. Убейте трёх свидетелей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА